Дорогие соотечественники, вот и прошло лето, наступила осень. Лето было богато событиями, эти события сейчас набирают новые обороты. Где-то ломают памятники, и не где-нибудь, а в самой цитадели свободы и демократии. Где-то размахивают ядерными дубинками, один покрупнее ростом, другой потолще и поменьше. И везде чувствуется, что в мире становится очень-очень неспокойно. Почему? Очевидно потому, что когда начинает рушиться монополярный мир, и когда появляются новые полюса и объединения, мы переходим в так называемую эпоху турбулентности. Тулбурентность и тулбурел, потому как сейчас осень, слова одного толка. Только тулбурел, хотя и затуманивает иным людям мозги, но все-таки приносит какую-то радость, счастье от осени. А вот турбулентность в международной политике, финансах, военных взаимоотношениях, вещь, конечно, очень-очень серьезная. Чтобы разобраться в том, что произошло этим летом, что продолжает происходить сейчас и набирает явные обороты, и что с неизбежностью отражается на том, что творится у нас в собственной стране, потому что Молдова – часть всего мира. Если где-то на верхах чихнут, здесь бурь и ураганы, и шторма. Мы пригласили крупнейшего специалиста в области метеорологии, турбулентности, Валерия Демидецкого. Очень приятно. Спасибо, Виктор, за приглашение, как всегда. В принципе, сегодня не время меня хвалить. Я бы хотел поздравить тебя, это у тебя сегодня первая передача, после того, как ты был награжден васовой государственной наградой. Я очень рад, я думаю, телезрители тоже очень рады этому факту. Ты уж извини, что так началась передача. Я думаю, что твой вклад и в дипломатию, и в науку достойен этого, но у тебя еще есть очень редкий талант для ученых, для специалистов. Ты еще и трибун, ты еще тот человек, который можешь говорить, и которого с удовольствием слушают. Поэтому искренне хочу тебя поздравить. Спасибо. Я вот хотел тебя спросить, чтобы понять, что творится у нас здесь, в нашем курятнике, если так можно выразиться. Не надо, Рогозин уже поплатился за это, не будем употреблять. Не, не, а ты думаешь, я что, случайно произнес слово курятник? Нет, я как корреспондент ТАСС избегаю таких вещей. Я тебя понимаю, но я как некорреспондент ТАСС имею право цитировать. Я, насколько помню, Дмитрий Рогозин потребил слово курятник, в том смысле, как бы политический курятник, как-то вот он вот это имел в виду. И я так понимаю... Это произошло, многие забыли, прости меня, что я перебил, это произошло тогда, когда только-только его назначили, только еще не просохли чернила на подписи под назначением его, и он был назначен очень, я считаю, очень так, знаешь, очень такой была такая вилка, такая мудрая, хитрая вилка. Его назначили одновременно и председателем межправкомиссии, да, без особых надежд, что эта межправкомиссия будет двигаться, учитывая тренд движения в Кишиневе. В Москве понимали великолепно, что как бы в Кишиневе не пойдут навстречу Москве, и поэтому... И одновременно спецпредставителем президента по Приднестровью. То есть вот такая вилка, да. Я думаю, что она в Кишиневе этот ход поняли. И сразу моментально была реакция, по-моему, то ли Гимпу, то ли кто-то сразу отреагировал на это, да, очень так. Ну и Рогозин, естественно, отреагировал. Честно скажу тебе, мне такой тон в межгосударственных отношениях не нравится. Но давай скажем так, что не только был один Рогозин в этом виноват. Наверное, не было желания, знаешь, как говорят, как говорил Стаб Бендер, да, согласие есть продукт полного непротивления сторон. Вот здесь как раз было, такого не наблюдалось, да. Согласие не наблюдалось. И понятно, что межправкомиссия не была... Но сначала деньги, потом сто ли все-таки. Да, да, да. Межправкомиссия не двигалась, и мы понимаем, почему она не двигалась. Сегодня очень многое уже стало более-менее понятно. Но, как сказал мудрец, легко срубить упавшее дерево, легко рассуждать в 2017 году о том, что в 2014 году, когда подписывали это соглашение поспешно, были допущены серьезные ошибки. Об этом же все говорят, и в Брюсселе, и в Кишиневе, и везде, кругом. Но об этом нельзя было говорить тогда. А вот тогда тех людей, которые об этом говорили, считали чуть ли не клеймили, считали там чуть ли не врагами и так далее. Ну, так всегда бывает. Ты с этим сталкивался тысячу раз, как ученый, как дипломат. Ты знаешь, те, кто идут впереди и говорят правду, им всегда достается в первую очередь. Потом же все становятся мудрыми. И говорят, да это же коню понятно. Все понятно, да, да, да. Уже через 3-4 года спустя, да. Вот, как и сейчас, вот тоже многие мне говорят. А вот, я говорю, вы только забыли, что я был всегда последовательным критиком этих действий, да, еще с тех времен, когда это многие здесь кричали и говорили. Тем более мне приятно, что президент, вручая награды, отошел от той практики, слава богу, которая наблюдалась, ты помнишь, да, когда у нас два исполняющие обязанности президента ГИМПу и господина Тимофтий, за два своих срока недолгих, да, вот буквально там вручили наград больше, чем там Воронин и Снегур и Лучинский вместе взятые. Тем самым девальвировал награду. Я думаю, что президент Додон, который вернулся к награждению именно тружеников, людей, которые именно трудятся, да, и вкладывают что-то в страну, государственников, да, как бы вернул этим, начинает возвращать этим наградам их прежний блеск, да, и ценность. К сожалению, я никогда не забуду, когда Михаил Сергеевич Горбачев вручил, помнишь, три звезды Героя Советского Союза, трем ребятам, которые там попали под бронетранспортерами Агустского путча, да, если вспомнить, что Героя Советского Союза во время войны получали за то, что человек, допустим, летчик-истребитель, 15 раз заглядывал, играл со смертью 50 на 50, да, шел и избивал кого-то, да, и его могли сбить, то есть он 15 раз играл со смертью в эту игру, да, в рулетку, да, и получал после этого Героя Советского Союза. То, конечно, это было... Многие фронтовики, я помню, да, вот что они смотрели и говорили, что это был, как бы, ценность этой награды сразу была сброшена, нельзя этого делать, награждать нужно достойных людей, поэтому еще раз более рад, что я могу тебя поздравить с этим. Спасибо. Спасибо. Вернемся к эпитету курятника. Мне кажется, что, конечно, Дмитрий Рогозин человек с фантазией, мужик горячий, за словом карманом не лезет, и несмотря на... Он же все-таки потомственный дипломат, он же не просто так, он образованнейший человек. Да, у него отец генерал, по-моему, работал и в дипломатии, по-моему, и в военно-промышленном комплексе. Это он неслышал. И поэтому это, как бы, немножко удивительно. Да, может, по форме резко, может, слишком образно, слишком метафорично. Но, по сути, когда слышишь вот это кудахтание, кукарекание беспорядочное в нашем политическом бомонде, иногда начинаешь думать, что он не очень отошел, не очень далеко от правды. И вот особенно это заметно, что кудахтание и кукарекание начинается обычно тогда, когда, так сказать, на супер-бомонде, на уровне уже мега-государств, мега-деятелей, начинаются какие-то склоки, какие-то тусня, дрязги. И создается такое впечатление, что вот наш политический бомонд, он быстро пытается уловить эту конъюнктуру и иногда делает совершенно неразумные вещи. А, потому что вряд ли оценят те на верхах местное кукарекание. И Б, потому что это часто вредит собственному государству, собственному народу и обществу и всем вместе взятым. Как ты считаешь? Ты знаешь, конечно, из последних вот этих переполохов. Как ты говоришь, переполохи случаются тогда, когда не решен вопрос вожака. Обычно в странах, где есть вожак и где все как бы уже устаканилось, куда-то не наблюдается. Ну так, есть мелкие. Только редкое кукарекание вожака. Обычно у нас куда-то не это предвестник скорых выборов и решения вопроса вожака. Я так почему-то думаю, что не дотянем мы до очередных выборов. Где-то у меня такое чувство есть. Знаешь, говорят, что интуиция есть. За 20 лет уже столько тебя били, и столько ты насмотрелся, что уже как-то вот есть внутреннее, это шестое чувство. Вот с шестым чувством чувствуешь, что не дотянем мы до срочных выборов. Поэтому, скорее всего, вот этот переполох связан с этим. Ты абсолютно прав в том, что вряд ли мы можем повлиять на кризис в Северной Корее. И на мнение этих бойцов. Да, тут как мы с тобой ехали сюда и говорили, Яков Кедми лучше не скажешь. Который сказал, что он ему может сделать. Наш отечественник, кстати. А что он ему может сделать, говорит. А ничего. А когда большой человек, которого все видят как лидера, не может сделать маленькому, ничего. Тогда он начинается быть смешным. Понимаешь? Я понимаю, что все эти проблемы, которые там с Северной Кореей, с Россией и так далее. Мы знаем, мы люди, читающие прессу, мы понимаем, что у них есть внутренние причины, внутриамериканские причины. Трампа подвигает к импичменту. Там у них своя перестройка. И вот Давид пытается что-то сделать. Уже как бы ему не подыгрывает. Маленькую войнушку пытается. Ну, ее негде организовать. И кокет мне дал понять, что не там он ее раскручивает. Поэтому здесь вот такое происходит. Я не думаю, что мы должны ввязываться в эту геополитику. Слава Богу, что это не наш удел. Не наше дело, не наше ума дело. И не надо нам туда лезть. Нам нужно заботиться о том, о чем ты сказал. Глядя на вот это соревнование, когда у нас происходит антироссийских высказываний, заявлений, криков, шума. Мне все время вспоминается мудрый Черчилль, который сказал когда-то после отставки Хрущева. Он сказал, что этот чудак умудрился объявить войну мертвецу, Йосифу Сталину. Но более того, этот чудак умудрился ее проиграть. Вот наши политики сегодня, те, которые сегодня так критикуют Рьяна, объявив войну нашему советскому прошлому, нашей истории, дружеской России, нашей исторической совести. Они объявили войну фактически покойнику Советскому Союзу, который почил в Бозе и уже больше никогда не возродится. Все мудрые, ты историки, лучше меня знаешь, что нельзя дважды войти в одну реку и нельзя возродить Советский Союз. Хотя говорят, что те, у кого не жалеет о нем, нет сердца, те, кто думает, что его можно восстановить, нет ума. Но тем не менее, они объявили эту войну и проиграли. Вот наглядный пример Гимпу, который объявил эту войну с его памятником, оккупацией. И сколько процентов он набрал на президентских? Да, да. Вот я говорю, он умудрился объявить войну покойнику и еще умудрился, как говорил Черчилль, этот чудак проиграть эту войну. Все население у нас в Молдавии, оно бы не проголосовало сегодня за циалиста, оно не голосовало бы с 2000 года за коммунистов, если бы не понимали, насколько ничтожны эти люди, которые критикуют то прошлое. Я помню, никогда не забуду, у меня была однажды беседа с представителями Народного фронта, это было еще в 90-м году, когда они... В самый разгар. Да, да, когда они хотели каким-то образом уговорить журналистов сделать разгромные материалы про Ивана Ивановича Бодила, про Семену Кузьмича Гроссу и так далее, и так далее. И мне как-то это... Я знал Семену Кузьмича Гроссу, Иван Ивановича не знал, но с Семеном Кузьмичом мне довелось в жизни работать, я знал, что это был довольно-таки скромный, мудрый, умный человек, интеллигентный, спокойный такой, вот, и когда мне сказали, что вот там, знаешь, там на него хотят там написать материалы, я не желая с ними там особо спорить, я сказал, ребят, вы сначала сделайте лучше, чем сделали они, вот тогда у вас будет моральное право и критиковать. Но уже, когда через несколько лет выдавали зарплату галошами, и половина страны начала бежать от, так сказать, от нашего светлого будущего, как от бубонной чумы, уже как бы ссылки на Ивана Ивановича Бодина, на Семену Кузьмича Гроссу, на КПСС, наоборот, они приобрели актуальность, на их волне Владимир Николаевич Воронин триумфально вошел, получил конституционную большинство. Они стали терять актуальность даже для вот этих национал-патриотов наших. Но я посмотрел сейчас последнюю выползь из, так сказать, из небытия, из общения с Богом Гимпу, и который сказал, что если бы не мы, Додон получил бы конституционное большинство в парламенте, и мне хотелось спросить, Михаил Теодорович, вам не кажется, что благодаря вам, именно благодаря вам, в первую очередь, он получил, он может получить сейчас конституционное большинство. И ящик коньяков, он тоже не применил. Ну да, мне вообще здесь очень сложно судить, понимаешь, Виктор, по той простой причине, что вообще иногда не хочется себя ущипнуть. Что происходит? Что происходит? Наглядный пример. Что делается? Уважаемый человек, Иван Дьяков, все-таки бывший человек, который много лет руководил прокуратурой столицы. Это одна из главных прокуратур, где там, наверное, львиная доля общает. Заявляет в прессе открыто, что господин Гимпу получил 2 миллиона долларов за пост прокурора, который он продал. И в ответ тишина, понимаешь, не выходит господин Гимпу, не говорит, это неправда, я ввел в Молдову светлое будущее, меня хотят опорочить, я подаю на господина Дьякова в суд. Но он 14 лет на юриста учился. Нет, ну тишина, понимаешь? Ты забыл, он 14 лет на юриста. Понимаешь, вот мне удивительно, а ведь люди это прочитали, да? Ну да. И у каждого человека отсело. Вот 2 миллиона. И что мы тогда хотим от какого-то любого крестьянина, да, любого человека? Вот останавливает нас полицейский, да, вот как за этим сейчас гнались, да, за парнем, который болен, и которого забили в тюрьме. Да. Он себе имеет полное право себя вести таким образом, потому что он говорит, подождите, смотрите, что вы вытворяете. тех, кто вас сюда послал, меня ловить. И какие масштабы. Да, и какие масштабы, да, ведь, скорее всего, мы понимаем, что не главный взяточник в нашей стране, муж Иоанн из развлечений, Совершенно верно. Да, да, абсолютно, у муж Иоанна не было и ниоткуда взяток брать, да, но муж Иоанн читает газеты, смотрит телевидение, все видит, начинает соображать, да, и он понимает, что черт возьми, посмотри, что они говорят, да, но не спрашивается, если господин Яков сказал, я склонен ему верить, знаешь, почему? Потому что я знаю, что он серьезный человек и долгое время руководил, ну, не может человек руководить прокуратурой города в течение 10 лет, человек, который, тем более, он из такой семьи, у него брат, бывший корреспондент ТАСС, бывший спикер парламента, ведущий политик, да, то есть я склонен, что он не просто сказал это с кадочка, да, конечно, а в ответ тишина, а почему тишина, господа, а потому что когда-то, когда говорили человеку, были правила, когда человеку говорили, что он шулер, да, в 19 веке, он шел и стрелялся, или вызывал на дуэль. Или получал канделябрами по мордосам, помнишь? Или бросал перчатку, шел и отстаивал свою честь на дуэли, или шел в угол и стрелялся, да, потому что его поймали на шулерстве. И не получал. У нас Михаил Тедорович говорил всегда, что у него какие-то тузы в рукове. Сам говорил, я шулер. Где мы такое видели? Куда мы попали? Чудо. Да, что творится? Причем он с гордостью говорил. Что происходит, да? Вот когда ты все смотришь, да, вот кажется, что ты же, хочется себя ущипнуть, что ты живешь в какой-то потустороннем мире, да, в это время где-то там кто-то рассовывает деньги по карманам, да, а в это время толпа бегает и ищет друг друга. Где танки НАТО, где танки Путина, да, и вот сейчас всех позовут опять на баррикады, на эту избирательную кампанию. Все бросят, и уже в социальных сетях уже просто с ума сходит народ, да, все кидаются, все на правом, и еще, знаешь, большая беда у нас в том, что у нас очень слабый правый фланг. Вот после этого провала, да, так сказать, на так называемое европейское управление из партии либерал-демократов, бывшей партии правящей, да, из партии либералов там остались только клочья. Между прочим, помнишь, ты сам говорил, что левые выиграли благодаря правым. Ну да. Так это беда выходит, правильно, по принципу. Ну вот теперь, да, вот те, кто были в центре, на мой взгляд, хотят застолбить это место на правом фланге и получить благословение, да, вот большое благословение, знаешь от кого. У нас сегодня, к сожалению, мир расколот вот таким образом, да, и, к сожалению, мы вынуждены сегодня, наши политики, вынуждены играть в эту игру. А ну-ка вспомни старые времена, где назначались наши господари, порта сиятельная, от Польши завесили, и от других, там, от крымских ханов, все повторяется. Примерно так сегодня у нас идет эта борьба за так называемый Бирман, да, на направлении. Фирман. Бирман, или Фирман. Фирман. Фирман называется, да, где-то что-то, не знаю почему. Это фирман направления. Ну, и фирман направления, конечно, стоит больших, так сказать, усилий, и часто бывает больших денег. А эти деньги надо... Одобрям? Отработать? Отработать. А как? Никаких источников больше, чем спина того многострадального народа? Нет. 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 Понимаете? Поэтому, когда мне спрашивают о перспективах, я говорю, вот, спросите тех, кто покупает фирман, да, кто сейчас бегает, кто хочет застолбить сегодня себе место на правом фланге, чтобы получить одобрение, не дай бог не получить. Мы видим, как консолидируется... Я смотрю, борьба на правом фланге за фирман не шуточная пошла. Шуточная. Но, понимаешь, там настоящих буйных мало. Судя по вот этим опросам и всем по этим разработкам, ребята там не дорабатывают, так сказать, не в коня корм. Потому что это не президентские выборы, это парламентские все-таки выборы. Там же совсем другая практика. И тут посложнее, да. И тут посложнее. И поэтому, понимаете, я думаю, что, наверное, те, кто сегодня режиссирует, да, наши... Иногда хочется спросить наших политиков, господа, вы что заканчивали? Такое впечатление, что наши все политики закончили в ГИК. То есть, и они ученики Немировича, да, ученика Исланиславского. Потому что они вот такие спектакли крутят. Нет, шоумены. Нет, я просто, я просто как человек, наблюдающий за политикой, смотрю с этим с большим удовольствием. Ты попал в точку. В самую точку. Это шоумены. Тут как кроссворд разгадываешь. Да, вот сейчас вот так, а вот сейчас вот так, да. Вот как смотришь, как нормальный футбольный болельщик смотрит за игрой Месси, или, ну я может привлечиваю, или там Рональдо, да. Так и вот мы смотрим. А смотри, он опять через голову перевернулся, опять упал на ноги, опять что-то придумал, опять. И вот это шоу, да, но самое страшное, что за этим шоу, даже провоцирование... Жестокая реальность. Провоцирование России на те же шаги. Жестокая реальность. Мы сегодня делаем один антироссийский шаг за другим. Зачастую иногда мне мои коллеги в Москве спрашивают, а что еще что-то будет? Я говорю, конечно будет. Надо, так сказать, и плюс это самое, и плюс застолбить место на правом фланге. А это только так, а другим нет. А другому не надо. Народу-то положить... Нечего. Нечего. Западные, так сказать, наши благодетели открывать карман не торопятся. Доверия не имеют. Да, особого не имеют. И поэтому здесь вот выходит такая ситуация, что нужно скорее разрешать вопрос, кто у власти. Вот. И за этим, к сожалению, забыли о самом главном. Вот часто мне тоже задают такой вопрос с родины, там, родственники и так далее, кто там имеет сады, кто занимается, так сказать, производством еще в сельском хозяйстве. Реальные люди. А рынок-то сохранится, который открыл Додон. А я говорю, а ты газеты читаешь? Ну, это же дурдом. Я говорю, так, дружок, а что ж ты хотел? Там тоже может терпение когда-нибудь кончится. Ну, один раз попросил президент. Не надо этого делать, не надо реагировать. Ну, второй раз, ну, третий раз. Ну, когда уже там шестнадцатый, двадцатый раз, да, маленький. Причем явно провоцируют. Да, да. Провоцируют. Это понятно, что страна, да. Они ждут, или президент сорвется с катушек, или россиян не сорвется. Да, я думаю, что президент не сорвется с катушек. Не-не-не, это провокация. А, нет, президент наш, да, да. Да, да. Они провоцируют, да, да. И того, и того. Да, они и Москву провоцируют. То есть тех двух человек, которые, как ты помнишь, у Кремля звучали гимны двух стран, и которые возлагали, их сейчас провоцируют. Им не нравится. Хотелось бы мне, конечно, чтобы эти люди не делали игру. Знаешь, как в политике говорят, что никогда не делай того, что от тебя ждет противник. 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 Никогда. Вот, но я боюсь, что вот люди, которые надеются, да, что вот открылось окно, мы снова возвращаемся на российский рынок, нам снова дали не рыбу, а удочку. И люди воодушевились, люди поверили. Не дай бог. Сорвется. Не дай бог сорвется. И все это начнет возвращаться. У Москвы рычагов немерено, да, ответить нам десятикратно. Она этого не делает. Но понять, почему мы провоцируем Москву, понять с точки зрения здравого смысла, а не вот той мышиной возни, о которой мы с тобой говорим, да, решение вопроса, очень сложно. Вот ты очень правильно подобрал, наверное, слово. Соглашусь с тобой. Надо в конце передачи. А теперь смотри, здесь вырисовывается еще одна такая вещь. Бутусеное такое место воздушное, где как-то голова так просветляется и начинает работать так более-менее продуктивно. Я занимался логикой, математикой, как обычно. И тут мне попалась книжка, я купил когда-то, книга Фабрица Кальви, мафия. Я тогда не удосужился ее почитать, думал, отложил, как-нибудь почитаю. И что-то в этом слове мафия заставило меня, вот я, видя, что в мире творится, у нас творится, думаю, вот мы все говорим, мафия, 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 куда, ку-ка-ре-ку. Подождите, ребята, а что такое мафия? И вот в этой книге Фабрица Кальви, мудрейшего публициста, журналиста, философа, вот как Кеза, вот такого калибра человек, и Фабрица Кальви, исследуя, вот казалось, мир этих сицилийских мафиозы, полуграмотных, дурковатых, с их фокусами и винтами, он вдруг неожиданно делает очень глубокий вывод. Он говорит, мафия – это непроизводящий капитализм. Я открыл рот. Внимание, мафия определяется как непроизводящий капитализм. Это фактически открытие. А кого тут объясняют? Вот. И тут до меня дошло. Вот то, что вот я думал все эти месяцы и пытался вот этот пазл решить, как-то вдруг все стало на свои места. Берем, к примеру, сияющий дом на горе, где памятники рушат. Значит, одна группировка, назовем ее так, чтобы не называть семейкой, кланом, мафией и так далее. Группировка, да? Чем занимается? Она фальсифицирует, фактически она живет на фальсификации доллара, ничем не обеспеченного, облигациями под этот же доллар, акции, деривативы, свопы, шмопы, все вот эти инструменты, да? И она посмотрела, говорит, что нам это Америка? Кстати, это все в Америке, все эти крупнейшие, это Уолл-стрит, там все такое. Что там Америка? Давай вкладываться в Китай, давай вкладываться в другие страны, там выгодней, там все такое, там все эти вот штуки-шмуки. Вот. А Америка, на что она нам? И в это время вторая группировка, кстати, производящая, военно-промышленный комплекс, строительный, Трамп оттуда, кстати, и многие другие говорят, подождите, ребята, мы вам прикрываем задницу, чтобы вы могли махинацию, глобализацию эту всю по всему миру. Попробуйте сделать это без ядерного финала, без авианосцев, без развязывания кучи войн, убить миллионов людей. А тут какие материальные нужны мощности. Я обратил внимание, вот я даже в какой-то передаче упоминал, кто-то сказал, что если вот все эти 12 авианосных групп, дать приказ, все хорниты, палубные истребители, бомберы, должны подняться в воздух, то они посчитали, только 30% сможет подняться в воздух. Остальные или на ремонте, или еще что-то. То есть, о чем это говорит? Им не хватает явно финансов. И они тогда подняли, скажем так, бузу, товарищи финансисты. Вы очень хорошо опускаете мыльные пузыри, химичите, но вы это все делаете благодаря нашей силе. Деньги проплывают мимо нас, как мимо гривны, Старас Григорьевичем сало кусок, и он должен глазами, как говоришь, вот настоять, помнишь тот фокус. Вот, и как же так? И вот началось сражение между двумя группировками, чуть ли не сказал, мафиозными, да? Ну, мафиозные, мы помним, Кальвий сказал, это те, кто не производящие, потому что другая ВПК, военно-промышленники, военные, там, строители и прочие, они все-таки производящие, они реально делают, они мыльные пузыри. И мы видим, как это дошло до того, что уже Трампа, как ты верно заметил, дело идет тому, к импичменту, и он лихорадочно пытается спасти положение. Ему нужна маленькая войнушка, да? Чего Кедми сказал. Самое смешное, что наши маленькие берут все его пределы. вот, а теперь, как ты прекрасно, Валера, почувствовал. И у меня ход мысли был такой, я думаю, стой, когда Кальвий Фабрицио говорит, что мафия, это не производящий капитализм, я говорю, да он попал в самую точку, этот мудрый итальянец. И ты уловил, что раз это на крупном формате, крупных стран, это и у нас тоже. Мы просто копируем, воспроизводим, и когда я слышу, что нам говорят, вот многие там, европейцы и так далее, говорят, мы отсталые, мы тут не догоняем, мы архаичные, у нас семейственность, кумовство, наношизм и прочее. Я говорю, ребята, посмотрите, что там творится. Мы просто жалкие, бледные копии. И вот давай с этой точки зрения, Валерий, ты очень хорошо эту тему знаешь. Вот что бы ты сказал о вот этой битве непроизводящих. Что они производили? Что ГИМПу произвел? Что произвел Филип? Что кто-то другой? Что они произвели, кроме разрухи? Вот как ты видишь вот эту битву непроизводящих, хищников? Ты знаешь, вот когда позднее КПСС была, да, была, помнишь, одна хорошая комедия, комедия у Рязанова, там была такая песенка, по-моему, если не ошибаюсь, вот я забыл ее, автора, ну, звучало, например, так. Мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем. Вот у нас есть очень большая группа людей, да, за которых сегодня почему-то взялись и начали, вот, значит, о них писать, говорить, шум поднялся и так далее. Хотя это существовало десятилетия, да, и никто этого не замечал, да, это так называемая группа людей, которые живут на иностранные, это сказать, подаяния, вот, на гранты и так далее, и так далее, но при этом себя почему-то называют солью этой земли, учителями нации, да, настоящими истинными патриотами, демократами, европейцами, еще там, да, ну, в общем, они эталон, все остальные должны, так сказать, учиться у них, почему, до сих пор неизвестно, вот, хотя, совсем не эталон получается в многих случаях, вот, но тем не менее, вот это тоже есть, да, это тоже тот же непроизводящий, да, вот, который пропалкивает интересы другого государства, других стран, да, причем в наглое, чуждые интересы, безсовестно, и еще с понтами, интересам этих людей, которые здесь живут, мафия любит понты, помнишь, да, вот, сегодня мы наблюдаем даже вот эту историю с человеком, который погиб в полиции, да, вот, я хотел бы тоже на ней остановиться, давай, да, через эту призму, да, через эту призму, значит, крик, шум поднялся, я увидел в этом, это трагедия, конечно, полиция наша совершила преступление, потому что они больного человека, отыгрались на больном человеке, что не имели права делать, знаете, бывает так, что там наглый какой-то преступник, так далее, да, ударил полицейского, есть соответствующая реакция, часто полиция, это бывает не только в нашей Молдове, это было не только в Советском Союзе, это есть и во всем мире, достаточно посмотреть любой сериал, итальянский, американский, да, ну, когда стреляет, да, темнокожий, да, там, высказывает, чтобы без предупреждения стреляет, так далее, так далее, это есть везде, и мы в этом не исключаем, тем не менее, с этим надо бороться, потому что с этим может столкнуться любой из нас, и, конечно, и, конечно, полицейские, которые отыгрались на больном человеке, должны быть жестко наказаны, потому что нельзя было его бросать в камеру, нельзя было его бросать, больного человека с уголовниками, тем более еще, если это правда, что уголовников натравили на него, чтобы уголовники за какие-то послабления его избивали, там, это преступление, это страшное преступление, но здесь есть еще другая вещь, вот я когда сказал, спросил, а как у этого человека оказались права, а как он оказался за рулем, вот неадекватный человек, видео видно, вот, но меня сразу же накинули, что я защищаю режим, я говорю, я не защищаю режим, но я задал нормальные вопросы, потому что нельзя на этого полицейского говорить, что только он бандит, плохой человек и так далее, они за ним гнались там, очень долгое время, да, он не остановился, он мчался на машине на большой скорости, предпринято были большие усилия, чтобы его заблокировать, и так далее, в это время могла идти женщина с коляской, мог идти наш внук, ваш сын и внук, и так далее, и он мог убить их, да, то есть это было, так сказать, очень опасная штука, да, и мне тоже есть вопросы, кто же полиции, а почему, а как так получилось, что у нее справка, ведь, извини меня, людям психически больным не дают, правда, это все известно, полторы тонны машины, это штанг на колесах, то есть каждый из наших людей, которые садятся за руль машины, он получает справку, что он меняем, человек, который идет по улице, да, ребенок, больная старушка, слепой, он такой справки не имеет, да, ему не нужна справка, для того, чтобы переходить пешеходную, то есть человек, который стоит, сидит за рулем этого смертоносного снаряда, у него повышенная ответственность, да, у него страшно повышенная ответственность, да, и я вот даже задался вопросом, а как это получается, да, почему это получилось, Я могу разделить, что та полиция, которая отправила его в больницу на гибель, совершили преступление. Но те полицейские, которые его догоняли, обезвредили его, вытащили его из-за руля и избавили людей от опасности, что он кого-то убьет. Я же не могу этих полицейских назвать преступниками. И то, что они сделали плохое дело. Наоборот, они поступили в это отношение правильно. И честно говорю тебе, ни в коем случае не хотел бы здесь выглядеть защитником полиции. Я думаю, они в этом не нуждаются. Но тем не менее, честно скажу тебе, меня ни разу не остановил, ни разу в моей жизни полицейский не остановил и не сказал мне, то есть не придрался ко мне зря. То есть я или где-то нарушил скорость, или где-то поторопился, или где-то что-то сделал. Вер, может, они тебя любят? Ты узнаваемый человек? Уважают? Нет, нет, ни в коем случае. Да ладно, нет, Виктор, дело не в этом. Просто, понимаешь, да, они сейчас тяжело живут, но я почему... Да, живут они сейчас тяжело. Да, они живут тяжело, и сложно от них требовать того, чтобы у них тоже домой они приходят в семью. А потом читают заявление господина Ивана Дьякова о том, сколько дают за генерального прокурора. И они понимают, кто ими руководит, что происходит и так далее. Им тоже нелегко в этой ситуации жить. И срываются. И всех собак повесить на них, это тоже неправильно, да. Что мы сделали для того, чтобы, так сказать, полиция сегодня действовала так, как мы хотим. Да ничего не сделали. Хотя и полиции тоже вопросов очень-очень много. Но я увидел в этой истории очень интересную, опять же, кальку с больших процессов. То, что мы говорили. Помнишь, с чего началась арабская весна? Помню. Помнишь Рафика Нишанова, который сказал, когда первые были международные столкновения в Железнодице, он сказал, что, понимаешь, там из-за тарелки клубники возник конфликт. И что, чем ему это стоило, да? А вот в Тунисе, помнишь, эта история... Слышишь, еще Рафик любил говорить, не надо волноваться, послышно написано конституции и будем исполнять. Ой, Боже мой. Конституционный порядок. Обрушился конституционный. Слышишь, Валера, по одной передаче, где плескали друг друга. Слава Богу, да, мы плеснули на то. Так вот, арабская весна началась с того, что человек совершил акт самосожжения. Уже через две недели его посидел президент в больнице, но это не спасло. Все начало валиться, как шарики. Мы живем... Почему это случилось? Я всегда был противник того, что там во всем виноваты проклятые американцы, европейцы, неправительственные организации и так далее. Да, конечно, нет. Конечно, нет. Конечно, нет. Потому что Советский Союз развалился не от того, что этого хотела ЦРУ. Хотя ЦРУ этого хотела, потому что это были конкуренты. Советский Союз развалился, потому что в Москве было брожение в умах. И страну возглавили неумные люди. Понимаете, вот и все. Вот это все произошло. Вся катастрофа, от которой мы до сих пор чихаем. И причем помнишь его нашего столкновения элит внутри себя? Да, да, да. Как сейчас в Америке, кстати. И как у нас. А у нас оно перманентно. Так вот, сегодня... Чем мы отличаемся? У нас перманентно. Я сегодня увидел в этом парне Брагару желание, так сказать, раскачать ситуацию. Раскачать ситуацию, как бы арабская война. Но все мы помним, чем закончилась арабская весна. Увы, но не к процветанию она ни в Ливии, ни в Сирии, ни в Тунисе, ни в Египте, ни в Йемене, ни в Ираке, где идут сейчас войны, гибнут люди, и к власти приходят братья-мусульмане, как в Египте, ИГИЛ, как в Сирии, как в Ираке, и так далее, и так далее. Приходят люди, которые уже... Не то, что как Саддам Хусейн, да, диктаторы жестокие, да, и там подавляют население, приходят люди вообще, которые головы режут. И люди... Как на Роске приходят. Самые страшные люди приходят. И кто их финансирует, и так далее. Вот это мы должны помнить. Потому что я хочу напомнить тем людям, которые когда-то сожгли у нас парламент и президентуру. Что они договорили? Наступила эра свободы, демократии, чего? И чем это дело закончилось? Поэтому всякий раз, когда вы думаете, прежде чем вывести людей на улицу, я понимаю, что это глаз вопиющего в пустыне, да? И разгромить что-то и пожечь. И разгромить что-то и пожечь, да? Всякий раз думайте, чем это закончится. Мы не раз в своей истории жгли, громили. И чем это закончилось для нашего народа? Каждый раз это была новая ступень падения в пропасть. Падения вниз. Поэтому я говорю, что вот я сегодня считаю, что президент абсолютно правильно поступает, когда он не апеллирует к этому массовым волнениям, так далее, так далее. Казалось бы, президент, на мой взгляд, должен быть гарантом, он должен быть отцом нации, он должен быть главой государства и стоять на букве закона. Эта позиция непоколебима. Понимаете? И она беспроигрышна, и народ всегда пойдет за тобой. Она будет беспроигрышна, потому что тех людей, которые зовут на площадь, тех людей, которые зовут столкновением, это не тот путь. Я считаю, что мы должны, этот путь выхода из нашей кризиса очень тяжелый и очень сложный. Но он лучше всего, пусть он будет длинным, пусть он будет тяжелым, но главное, чтобы он был эволюционным, а не революционным в том смысле, в котором мы уже 25 лет видели. У нас очень опасная ситуация. У нас политики раскалили общество, раскололи его по национальному признаку на две половины. У нас сегодня есть Приднестровье, у нас Гагаузия, нерешенный Приднестровский конфликт, где мы тоже играем с огнем. И консердационные тарифы. Да, и все остальное, оно очень опасно. Поэтому я всегда говорил, что, ребят, прежде чем позвать народ погромом, подумайте, кто эти погромы завтра возглавит и куда они выйдут. И вспомните старую эту фразу, что революции делают идеалисты и фанатики, а пользуются их результатами подлецы. Бессмертная классика. Всегда так бывало. Никогда не было по-другому. Не надо далеко бегать. Посмотрите на соседнюю Украину. Да. Где же Михаил Саакашвили готовит вторжение? Ты помнишь, Валер, когда Майдан только начинался, а у меня, я же, это, у меня предварительная защита докторской диссертации была в Киеве, еще в советское время, и у меня там осталось очень много знакомых, причем мудрых людей. Ну, я им позвонил, говорю, ребят, что у вас происходит, объясните. Вот это там Янукович. Я говорю, хлопцы, мы уже в Молдове, прошли это, в 2009 году. Говорю, ребята, вот не нравился нам один Воронин, пришла сначала четверка, потом тройка, потом двойка, и сейчас, по-моему, непонятно, по-моему, единичка пришла. Вот. И я говорю, а у вас произойдет то же самое. Вы получите вместо одного Януковича, 12 Януковичей, Украина побольше Молдовы, тут на три головы хватило, на четыре, а там на все двенадцать. Переделишь, да, а там, да, страна большая, там ресурсов хватает. И боюсь, что это оно и происходит. Ну да, там уже блестящие результаты. Антонов, Антонов, одна из ведущих, как бы, из самых известных в мире компании. Йок, закрыта, Моторсич на грани. Вы понимаете, вот, казалось, за что боролись, да? Это такая же ситуация, когда мне как-то один поляк... И к власти приходит непроизводящий капитализм. То, что сказал Фабрицов Альбер. Ну, Украина идет по кальке... То есть, мафия. Польша, да? То есть, когда в Польше спрашиваешь, господин Валенца, на чем поднялся? На чем начались волнения в Польше, да, и солидарность, и так далее, и так далее. Боролись за права... Людей. Нет, боролись за права рабочих гданьской верфи. Нет, они боролись за права людей. За достойную зарплату. Нет, 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 правильно. Но все началось с волнений и борьбы. Он был лидером профсоюзов, одной из крупнейших в Европе, в верфи в Гданьске. Да, конечно. Лидер рабочих. Что сегодня... Он был лидер рабочих. Вот прошло 20 лет. Что сегодня с верфи в Гданьске? А ты спросишь, что с Валенцей? Ты знаешь, что с Валенцей? Ну, правильно. И знаешь, что с Валенцей, и знаешь, что с верфи. Верфь закрыта. Верфи нет. Верфи нет, да. И Валенцу в тюрьму хотят посадить. Сегодня Польша стала аграрным государством, которое лишилось своей промышленности и так далее. И сейчас поток кредитов от Евросоюза в Польше стал резко падать. Там началось... Не, ну, понимаешь... Хотят себе заращивать там внутри конкурентов. Понимаешь? Конечно. Им рынок спрятан нужен. Есть мировое разделение труда. Вот в этом мировом разделении труда всем определяют. Польша стала аграрной страной. По ее пути станет также Украина аграрной страной. Индустриальная Украина, которая строит космические корабли, самолеты. Никому не нужна. Самолеты. Она не нужна. Это уже есть в Европе. И обвинять в этом европейцев нельзя. Это логика. Они мудрые луты. Это логика. А зачем делать еще один аэрбаз, тем более на Украине? Да, с какой стати? С какой стати? Да, когда у нас уже есть аэрбаз. И мы сами здесь в Европе объединились для того, чтобы сделать аэрбаз. Потому что если бы Франция и Англия делали отдельно его, он бы не выжил. Нет, все тут логика железная. Логика железная, да. Ребята, вот вам определена такая ниша труда. К сожалению, у нас ниша не очень завидная. А у нас думали... Помнишь, нам Лянкар пудрил мозги? Инвестиции пойдут, потоки, как подпишемся. Соглашение, помнишь, это великое наше соглашение. Так и многие сейчас в социальных 50-х. И что? Уже идут инвестиции. Где они? Я спросил людей, которые отвечают за статистику. Они говорят, что ниже, чем на уровне середины 2011-х годов. Я говорю, так что? Что выиграли? Мы европейское будущее строим. Как это? Какие инвестиции? Где эти инвестиции? Они не могут. Когда на одном семинаре сейчас был в Гагаузе, там тоже присутствовал товарищ из нашего офиса здесь Евросоюза. Он с таким восторгом говорил, что на первое место у нас по экспорту в ЕС выходят вот эти вот автомобильные строения. Я был ошарашен. Как, откуда эти строения? Оказывается, вот эти проводки, знаешь, которые плетут женщины и все такое прочее. Там чуть ли не мы сегодня лидеры в этом деле. Ну, что делать? Если у нас такая ниша... Ну, с другой стороны, хорошо хоть так. Я плохой человек. Я помню еще, как в этой стране, в нашей стране, где мы живем, где я родился, производили процессоры, производили... А 18 предприятий оборонки, которые работали и на военно-морской флот, на подлодке, и на космос. Я ребенок военно-промышленного комплекса. Оттуда выходил я... Астронавигационную систему, систему ориентации астронавигационную делали на нашем сигнале. Акустические станции, которые не только на подводных лодках, но на любом корабле, аэробловесском сейнере, применяются тоже. Делали в Бельцах. Делали в Бельцах. Делали прекрасный телевизор, который славился во всем СССР. И все покупали, делали на Альфе. После независимости в черных два года мы перешли на черно-белый телевизор. Мы двинулись в 60-е годы. Большое спасибо. Это помнят все люди. Спасибо, что пришел на нашу передачу. Спасибо, что позвал. Как-то у нас получилось с тобой, что... За упокой? Не-не-не. Как-то оно получилось где-то не без юмора. Потому что кто-то сказал, что если бы человек не обладал чувством юмора, то он бы с ума сошел от того, что творится в мире. Вот юмор – это как бы психологическая защита. Но я хотел бы сказать, что один великий философ сказал следующее, европеец, кстати, 19 век. Он говорит, человек – это единственное живое существо, которое умеет смеяться и смешить других. Спасибо, Валерий. Спасибо. Не пойми, что я на что-то там намекаю. Но кто-то сказал, что, дорогие соотечественники, что чувство юмора, оно говорит о том, что человек начинает воспринимать реальность без флера, без этих глупостей. Потому что, как словами Горина сказал барон Мюнхгаузен, поднимаясь в жерло этой знаменитой пушки. Он сказал, господа, посмотрите на это выражение лица. Он имел в виду вот это серьезное такое фальшивое выражение лица. Он говорит, все подлости и все глупости мира делались именно с этим выражением лица. Поэтому давайте смотреть на вещи здраво и видеть не только грязное и подлое, но видеть в этом нечто достойное насмешки и достойное юмора. И прежде всего надо научиться глядеть в зеркало на самих себя, потому что мы их выбираем и мы позволяем им вытворять все эти подлости и мерзости, с которых сами же мы порой и смеемся. Так вот, прежде всего надо научиться смеяться, по-моему, самих себя. Благодарю за внимание. Мы никогда не будем терять надежды, надежды на лучшее, потому что человек рожден с надеждой, с мечтой. Вечнолюбящий вас Виктор Иванович Борщевич. А осень прекрасна, а лето было чудесно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok